Я, по крайней мере, считаю себя ответственным человеком. Сам ввергать страну в нестабильность не хочу, не собираюсь, потому что это безответственно. Если парламентское большинство нынешнее перестанет существовать, мы не допустим дестабилизации ситуации. Конечно, в случае разрушения или исчезновения этого большинства, возможности правительства, даже не отставного правительства, по решению вопроса по административу будет очень ограничено. Потому что ты можешь пойти в парламент с каким-то законопроектом, не зная, поддержит или не поддержит и так далее. Это очень сложная ситуация. А подавать в отставку и оставаться дальше ответственным, потому что такая перспектива улыбается. Ты подашь в отставку, ты не можешь уйти с работы от ответственности, потому что они не будут спешить назначать новое правительство. Получится, что исполняющий обязанности премьера или исполняющий обязанности министра финансов должен думать, как платить зарплаты, пенсии и так далее, в то время, как кто-то будет себя чувствовать в парламенте очень уютно и смотреть, как кто-то себе шею ломает. То есть я не хочу такие демарши или, как сказать, шаги безответственные делать. Если кто-то хочет спровоцировать дестабилизацию в стране, пусть берет на себя эту ответственность. Я и мои коллеги подавать им такой мяч поднять к сетке не собираемся. Пусть делают.